Здравствуйте! Вы смотрите «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова. И, как всегда, в среду выходит программа «Дистанция», которую мы посвящаем самым интересным, самым важным резонансным расследованием недели, журналистским расследованием. И сегодня, как всегда, будет несколько тем. Мы, конечно же, поговорим о Курске, где продолжается украинская операция, расскажем о том, где был Путин все это время, куда он делся. Поговорим о том, как Путин неожиданно приехал в Беслан накануне 20-летней годовщины теракта. И расскажем историю гробовщика-лицемера. Вот такая интрига. Обязательно дождитесь. Ну, а в конце – спокойной ночи малыши или неспокойной ночи папы. История Оксаны Федоровой, как история страны в миниатюре. Это расследование проекта. Но сейчас, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шоды. О чем писали журналисты западных и российских независимых СМИ за неделю? Как готовилось нападение на Курскую область? И как это сорвало секретные переговоры России-Украины? Следователя, отказавшегося возбуждать дело о смерти Навального, повысили в должности. А также американская компания помогает России зарабатывать на нефти. Подробнее об этом в нашем дайджесте расследований. Издание Wall Street Journal опубликовало большой материал о подготовке и начальных этапах наступления Украины на Курскую область. В частности, в тексте говорится, что еще до начала наступления, как их называют материалы, антикреблевские военные группы, поддерживаемые украинской военной разведкой, проводили рейды через границу, выявляли слабые места в оборонительных порядках российских войск и собирали разведданные. Также, как говорится в материале, за две недели до операции украинские дроны уничтожили российские системы наблюдения на погранпосту на дороге в Курск. В ночь на 6 августа украинские штурмовые подразделения пересекли границу с Курской областью. В тот же момент украинские силы радиоэлектронной борьбы вошли на российскую территорию, подавив связь российских войск и лишив их контроли над дронами, пишет Wall Street Journal. Эта тактика, которая, по мнению авторов статьи, была необычной, создала защитный пузырь вокруг украинских штурмовых частей. Ни одна из сторон не комментировала этот материал. Вашингтон-Пост. Наступление на Курскую область сорвало секретные переговоры России и Украины. Россия и Украина планировали отправить делегации в Катар для прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Но эти планы были сорваны операцией ВСУ в Курской области, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на свои источники. Катар должен был выступить посредником, организовав встречи с делегациями по отдельности. Несмотря на то, что переговоры предполагали обсуждение конкретных тем, некоторые участники надеялись, что этот диалог может стать шагом к достижению окончательного мирного соглашения, отмечается в материале Вашингтон-Пост. Однако после наступления ВСУ в Курской области Россия отложила визит, назвав это эскалацией. Как говорится в материале, Украина хотела продолжить переговоры, но Катар отказался от односторонней встречи, считая ее бесполезной. Украинские власти не комментировали этот материал, а представительница российского МИДа заявила, что Россия и Украина не вели и не ведут никаких переговоров по прекращению огня. Верско. После смерти Навального был повышен следователь, отказавшийся возбуждать дело о смерти политика. Сотрудник Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Воропаев, который вел проверку по факту смерти Алексея Навального и отказался возбуждать уголовное дело, получил повышение после гибели политика, сообщает Верско. Согласно информации на сайте Следственного комитета, в июне 2023 года Александр Воропаев занимал должность следователя по особо важным делам. Как сообщила Верско пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш, в феврале и марте 2024 года, когда Воропаеву поручили провести проверку по делу смерти Навального, он продолжал работать в этой должности. Однако, начиная с апреля, Воропаев стал подписывать документы как замруководителя дела по расследованию особо важных дел, что также указано в постановлении об отказе и возбуждении дела о смерти Навального, пишет Верско. Напомню, что 15 августа команда Навального сообщила, что СК отказался возбуждать дело о смерти политика. В постановлении, подписанном Воропаевым, причиной смерти Навального названо комбинированное заболевание и возникшее вследствие этого аритмия. Кардиолог Александр Эрлих, который входил в группу врачей, наблюдавших за состоянием Навального во время голодовки в 2021 году, в интервью «Голоса Америки» назвал эту причину смерти чем-то из области фантастики. Financial Times. Американская компания продолжает помогать России зарабатывать на нефти. Американская нефтесервисная компания SLB, крупнейшая в мире, расширяет свою деятельность в России после ухода конкурентов с рынка, сообщает Financial Times. Как говорится в материале, российское подразделение компаний активно нанимает сотрудников, регистрирует товарные знаки и заключает новые контракты. Несмотря на заявление о прекращении поставок продукции и технологий, SLB продолжила продажи, найдя обходные пути, пишет FT. По данным журналистов, с августа по декабрь 2023 года компания поставила в Россию оборудование на 17,5 миллионов долларов, из которых более 2 миллионов приходится на продукцию SLB или ее дочерних компаний. Компания никак не комментировала этот материал. На этом все. Берегите себя. Это был обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шоден. Итак, Курск. Операция там идет уже две недели. А где же Путин? Издание агентства изучило график его передвижений за последние дни, а мы поговорили об этом графике с журналистами агентства, а также о том, как Путин съездил в Беслан и поговорил с матерями Беслана накануне 20-летней годовщины трагедии. Посмотрите наш разговор с журналистом агентства Андреем Затирко. Андрей, насколько я понимаю, агентство очень пристально следило за графиком Владимира Путина все эти дни, с начала Курской операции. Что он делал? Не сказать, что прямо пристально-пристально, потому что все-таки основное наше внимание – это Курская область, понятно, да? Но в целом, судя по графику президента, ничего критичного сейчас не происходит, потому что он занимается теми же самыми делами, что и занимается обычно. Вот, к примеру, сейчас он ездит по Кавказу, смотрит на то, какие яблоки выращивают в Кабардино-Балкарии, например, да? Единственное, наверное, что стоит отметить, это то, что он сегодня во время встречи с матерями Беслана начал говорить вдруг, связывать эту трагедию, тот теракт 20-летней давности с врагами и с тем, и чуть ли не с Украиной, говоря об этом. Да, то есть, а в целом, если вот эту историю убрать, то кажется, что ничего критичного не происходит, разве что встречи с Советом Безопасности происходят, но они, в принципе, в течение войны периодически тоже бывают, тоже не являются какой-то сенсацией. Можно ли предполагать, что действительно его поездка в Беслан связана с Курском? Не было бы Курска, может быть, он туда бы и не поехал? Ну, знаете, это, наверное, предполагать все, что угодно можно. Вот сейчас только что заметил один из телеграм-каналов, что Путин часто же так делает, что он после какой-то такой неприятной для себя истории в имиджевом плане, он едет на Кавказ в том числе и встречается с людьми. Вот, и, в частности, после Курска вот он сегодня опять вышел к людям, к толпе, и ему показали там на федеральных каналах, как люди ему радуются. Помните, после мятежа он ездил в Агистан? Да, и даже позволял себя обнимать, чего он обычно не делает. Да, то же самое, в общем-то, и сейчас это повторяется история. Я думаю, что здесь сразу несколько могло сложиться таких пазлов, это и то, что 20 лет Беслана в этом году, теракт в Беслане, да, но опять же он мог приехать туда, скажем, вот непосредственно в годовщину, это же будет уже в сентябре, но он почему-то поехал сейчас. Это одна история, вот это опять же выход к людям после Курска. И опять же, разговор с матерями Бесланы, я вообще не понимаю, каково и было им выслушивать это. В общем, когда он начал говорить про иностранное какое-то вмешательство и участие в этом во всем, ну, можно предположить, что какие-то связи есть, но, конечно, их выстраиваем, не мы с вами, их выстраивает администрация президента, и что там у них в голове, мы знать с вами, к сожалению или к счастью, не можем. Насколько я понимаю, матери Беслана попросили Путина помочь в освобождении срочников, которые оказались в плену, тех самых срочников, присутствие которых Кремль последовательно отрицал. Да, они с ним говорили об этом, это была одна из тем, у них своих, конечно, тем тоже достаточно, потому что расследование 20 лет никак не может закончиться, и в его объективности они сильно сомневаются, вот. Но и про срочников они сказали, срочников, пограничников, других военных из Северной Осетии, которые оказались в плену, они в подробностях не говорили, что он ответил, потому что публичить видео встречи никто не стал, из-за того, что, ну, там такой разговор был, видите, всего три минуты показали, как он говорил про Запад, а остальную вот беседу и про 20 лет расследования, и вот про Курск, например, то, что они сказали, ничего же не показали, и мы можем судить только из слов матерей самих, но они сказали, что он вроде как поручил Миняйла, Миняйла, я, правда, не понимаю, почему губернатору региона поручают разбираться в том, что срочники оказались в плену и находятся в другой стране, мне кажется, что эта тема обречена на провал, потому что Миняйла никакого отношения к военным делам не имеет, и на Миноборону он никак повлиять не может, такое поручение надо было давать другим людям, вот, поэтому то, что они обратили его внимание и вынесли в публичное пространство эту историю, это хорошо, вот, но большего, я думаю, надеяться, к сожалению, родственникам пленных на большее не стоит. А что касается расследования самого теракта в Беслане, насколько я понимаю, Путин сказал, что, опять сказал, что он не в курсе, не знает, как все шло, и что-то кому-то опять поручил. Да, вот, они напомнили Путину во время встречи про то, что он им в 2005 году пообещал, что приложит все усилия возможные для того, чтобы они узнали правду, вот, и что расследование все-таки будет завершено, в 2005 году обещал. Вот, спустя 19 лет они ему это напомнили, и он снова им пообещал, что вот он Бастрыкину поручит, чтобы Бастрыкин в эту тему как-то погрузился и разобрался. Но на самом деле меня поражает, что речь идет про теракт, в котором погибло такое количество детей, и Бастрыкин не в курсе, тоже, видимо, судя по словам президента, если президент говорит, что он поручит главе Следственного комитета, чтобы тот как-то начал разбираться. Ну, как бы, если вспомнить то, как реагировали на теракт не так давно в Крокусе, да, потому что тема свежая, там была такая реакция, что, я не знаю, в числе не всем Следственным комитетом и Минобороны бегали за этими товарищами, которых подозревают в теракте, да, в теракте. А в этот раз, ну, вот, поручим, будем разбираться, еще раз узнаем. И Путин, естественно, не в курсе ничего и никогда. Действительно ли Путин приезжал в Беслан в 2008 году, когда было вторжение в Грузию, но это был непубличный визит, об этом не говорили? Мы про это не говорили с матерями Беслана, с голосом Беслана. Но в голосе Беслана сказали, что было несколько непубличных визитов, о которых не сообщалось. Вот, в частности, мы про них уже узнавали тогда еще как-то обходными путями, что-то подтверждал потом Песков. Вот, и вполне возможно, что и тогда он тоже, визит этот был, если про него сообщалось. Вот, но публично, публично, когда это так официально все представили, ну, впервые это встреча подобного характера. Ну, и вообще, как бы раньше, сегодня даже ТАСС написал, что Путин в первый раз был в школе самой. То есть, это вообще было немножечко удивительно для меня, то, что ТАСС признал это и в заголовок это вынес. Я надеюсь, что у кого-то из людей, которые увидели эту новость, возник вопрос, как президент страны до сих пор не побывал на месте такого теракта за 20 лет. Ну, это поразительно просто. Это еще, кстати, еще лишнее напоминание о том, сколько лет он уже находится у власти. Да, да. Если возвращаться к ситуации в Курской области, насколько я понимаю, вы, ваши коллеги из агентства, отслеживаете те фейки, которые сейчас распространяет российская пропаганда, и вообще, как пропаганда реагирует на происходящее. И вот одна из историй, которую я бы хотела вас попросить рассказать, это история о некоем военном, который призывает курских мужчин не уезжать. Да, это очень, с одной стороны, забавная, с другой стороны, очень циничная история. Да, это мужчина, все началось с того, что военкор комсомолки Стешина публиковал видео у себя в канале, написал, что вот военные, посмотрите, как военные ругаются из-за того, что люди уезжают из Курска. Мужчины уезжают из Курска, когда вообще-то нужно защищать свой город. Вот, и там в такой нецензурной брани, брани было много, и этот мужчина так прямо возмущался, что они уезжают, требовал, чтобы они отдавали свои машины, чтобы они не ехали, чтобы они ехали рыть окопы, если не хотят воевать. Вот, и мне стало интересно, кто это вообще. То есть я, если честно, думал, что это все-таки военный, ну потому что не может, мне казалось, человек гражданский, такое говорить, не находясь на войне. И когда я увидел, что этот человек занимается бизнесом прямо сейчас, я уже был немножко в шоке, это было уже инфоповодом. Ну потому что, сами понимаете, это, ну как бы, не очень выглядит логично, когда человек с гражданки, находясь в безопасности где-то в Петербурге, ездит на рейндж-ровере и рассказывает людям, что в Курске надо все отдать ради победы, ради войны. Вот, я, собственно, потом, позже нашел, нашлись подробности его бизнеса. Оказалось, что у него есть гранитная мастерская, которая делает памятники, могильные плиты и помогает в захоронении людей. Вот, но дальше больше. На сайте у него, на сайте его мастерской я обнаружил рекламу помощи в том, чтобы хоронить военных. То есть его компания предлагает родственникам военных, которые погибли в Украине, полную, так скажем, под ключ вот эту вот историю. То есть, прости господи, не хочется так говорить цинично, но, наверное, он хочет, чтобы клиенты не уезжали. Ну, все так, на самом деле, первым делом мы предположили. И от этого это предположение, в общем-то, само собой напрашивается. И именно поэтому эта история так и привлекла к себе внимание. Потому что, ну, мало того, что бизнесмен, мало того, что с гражданки, так он еще и сам, собственно говоря, помогает людям хоронить людей, военных, зарабатывает на этом деньги. И в тот же момент говорит, чтобы мужчины ехали дальше и умирали дальше. Это просто, вот у меня коллега сказал, что это анекдот. Ну, это такой жестокий анекдот времен Путина. Из серии анекдотов про мать, с которой звонит с войны военный российский. И он что-то ей начинает рассказывать, говорит, здесь такая мясорубка, а она ему по телефону, да, мясорубка не нужна, мясорубка есть, бери микроволновку. Вот это вот из этой серии, на самом деле, анекдот. Вот, но это реальность. И такой анекдот даже невозможно придумать. Да, супер жестоко. Более того, я ему когда позвонил, первый я представился, сказал, по какому поводу я с ним буду разговаривать. Он, ну, окей, да, я ему говорю, вы до сих пор так считаете? Он говорит, ну, да, типа, это мое личное мнение, что вот раз там на их город нападают, раз там стреляют по их городу, надо, значит, вот его защищать. Я говорю, а вы сами не собираетесь на спецоперацию поехать? Он такой, а что вы мне задаете такие провокационные вопросы, вы вообще кто? И вот это вот все. Ну, то есть, это провокационный вопрос для него. На самом деле вопрос, который очень напрашивается, и я думаю, что в течение последних суток напрашивается много, у большого количества тысяч, наверное, россиян, которые видели эту новость. И которые вообще, да, следят за тем, что происходит. Спасибо большое. История гробовщика, которую вы только что слышали от Андрея, это, в общем-то, история о лицемерии. И именно об этом, и не только об этом, пишут в очередном расследовании издания проекта. Это расследование из серии «Быт и нравы эпохи П». Расследование посвящено на этот раз не чиновнику, не политику, не каким-то людям из окружения Путина, не его друзьям и тому, как они обогатились, а красавице Оксане Федоровой, бывшей мисс Вселенной, бывшей ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши». Тут есть все, и связи Федоровой с бандитским миром, и ее роскошная недвижимость, наличие которой она долгое время полностью отрицала, и то, как ее устроили на телевидении, и скрытный муж, и, наконец, пропагандистская помощь режиму в войне против Украины. Обо всем этом, а также о том, почему эту историю стоит прочитать и посмотреть прямо сейчас, мы поговорили с журналисткой проекта Екатериной Арениной. Существует прием рассказать историю страны через объект или героя. Я сегодня расскажу историю путинской России через четыре эпизода из жизни Оксаны Федоровой. Вернее, через ее четырех мужчин, каждый из которых символизирует определенный период в российской истории. Эти мужчины – петербургский бандит, коррумпированный чекист, лицемер сострады и скрытный ветеран спецслужб. Начиналось все, как и история путинской России в бандитском Петербурге. Катя, почему ты говоришь в самом начале, что судьба Оксаны Федоровой – это судьба страны в миниатюре? О, хороший вопрос. Ну, смотри, Федорова – такой удивительный персонаж, который последние 25 лет, на самом деле, так или иначе существует в повестке. Конечно, 25 лет назад ее знали больше, чем знают сейчас. Но, тем не менее, за все эти годы сменилось множество каких-то, можно сказать, эпох в российской, какой-то общественной и политической жизни. И она каждый раз остается в каком-то том же курсе, что и вся страна. Она очень успешно переквалифицировалась, например, из «Королевы красоты» в то, чем она сейчас занимается. А сейчас она проводит патриотические конкурсы для детей, в том числе для детей даже с оккупированных территорий Украины, про войну получает президентские гранты, продвигает православие, какие-то патриархальные ценности. Мне кажется, и ее личный путь, и ее какие-то трансформации, они очень укладываются в этот курс, какой надо быть женщиной, каким надо быть человеком, чтобы быть и в той России, в основном этом курсе, и сейчас. Как все время подстраиваться под какую-то повестку. Да, да, да. А во-вторых, ну, конечно, те мужчины, которые сопровождали ее на этом пути, они тоже очень сильно повторяют эту повестку, потому что вот первая ее спутник, когда она была совсем юной, когда она выигрывала все эти конкурсы красоты, ну, это просто петербургский бандит из тамбовской преступной группировки, которая вот в годы становления Путина, когда он еще был питерским чиновником, там сыграла большую роль и была связана с его окружением. Вот, этот петербургский бандит, значит, был, пока они были как-то в струе, потом появились другие чиновники, и вот сейчас у него тоже такой интересный чиновник. Я, кстати, подумала, что Владимир Путин – это человек, в котором, то есть, как все эти четыре персонажа, все эти четыре типажа в одном лице. Но он, конечно, не бандит, но он очень любит, как мы знаем, бандитский сленг, связи у него есть с бандитами, там были. Потом он спецслужбист, он скрытный человек, ведет скрытый образ жизни, не показывает в том числе свою семью, и он лицемер. Еще один типаж, который вы приводите в расследовании, он говорит одно, а делает другое и представляет собой совершенно другие какие-то ценности, нежели те, что он проповедует. Да, все совершенно верно. Ну и Чедрова с самого начала какого-то своего жизненного пути всегда говорила, что она за Путина его поддерживала, может быть. Поэтому и остальные тоже ей понравились. Мне показался очень интересный момент, и, наверное, об этом не все знали, ну, по крайней мере, аудитория, которая вот сейчас читает этот текст, я уверена, что многие об этом не знали, не догадывались, не думали, что бандиты фактически внедряли своих людей, ну, не просто в милицию, а в милицейские вузы, как это происходило? Да, слушай, действительно, совершенно удивительный факт. Меня тоже это очень удивило. Это рассказывали вот источники как раз из числа питерских бандитов моему соавтору и главному редактору Роме Баданину. Да, там была вот эта вот Петербургская академия МВД, куда легко пристраивали людей за деньги, ну, не как платное образование, а за деньги, в смысле за деньги, ты платил там, не знаю, кому-то ректору, насколько я понимаю, вот. И туда люди из бандитской группировки как раз, ой, из Тамбовской бандитской группировки как раз специально шли учиться, чтобы потом устраиваться в органы, чтобы как-то помогать своим в этом качестве. Насколько вероятно, что это произошло именно с Оксаной Федоровой? Я думаю, здесь скорее нет. То есть нам рассказывали, что вот этот ее бандит, его зовут Владимир Голубев, у него кличка Бармалей, он приятель Игоря Сечина, что он своим друзьям рассказывал, что он как-то и расплатит за ее обучение там. Но я не думаю, что... Ну, тут сложно, конечно, про их мотивы думать. Я не думаю, что он реально рассчитывал, потому что она будет внедриться в какие-то органы и будет реально какую-то работу делать для бандитов. Я думаю, что просто по привычке всех туда устраиваем, пристроим и ее что-нибудь такое. Ну, тем более, у нее же был какой-то милицейский лицей там в бэкграунде, поэтому все было естественно. Но, по сути, схема оказалась примерно та же, да. Нас, конечно, как американская медиа, как Голлс Америки, интересует участие Дональда Трампа в судьбе Оксаны Федоровой, если оно было, когда их пути пересекались? Их пути действительно пересекались. Они пересекались, когда Федорова попала на конкурс «Мисс Вселенная». Это было в 2002 году. Она вот до этого выиграла с помощью как раз этого Бармалея «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россию». И поехала на «Мисс Вселенную». В то время конкурс организовывала компания Трампа. Он лично там как-то с ней взаимодействовал, общался. Она там чуть ли не в его доме жила, по-моему, что-то такое. Рассказывала про это. Он ей устраивал там интервью всякие. Вот фрагмент одного из таких интервью мы там показываем. Да, 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 скандальные. Ну да, то есть они были знакомы. Они как-то пересеклись. Когда он отказался от «Мисс Вселенной», он, по-моему, давал интервью, что он очень разочарован. Вы пишете о том, что «Победа» была, скорее всего, куплена. А, опять же, Трамп был в курсе? Нет, мы не пишем про то, что «Победа» на «Мисс Вселенной» была куплена. Мы пишем про «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россию». Про «Мисс Вселенную» у меня нет повода так утверждать. Хотя люди разные пишут и рассказывают в том смысле, что и мировые конкурсы красоты многие считают коррумпированными. Но тут ничего не могу сказать. Про «Мисс Санкт-Петербург» там просто все суперпонятно, потому что конкурс просто проходит в казино героя бандитского Петербурга Михаила Мирилашвили. Мирилашвили в жюри сидит там. Этот конкурс ведет тот же ведущий, что через несколько лет будет вести юбилей Кумарина, главаря тамбовской группировки. То есть там просто все налицо. И сам Бармалей рассказывал знакомым, что он заплатил за эту победу. Ну то есть там прямо все очевидно. А возвращаясь к конкурсу «Мисс Вселенная», почему Федорова отказалась от короновых? Кстати, я тоже уже эту историю забыла. Так довольно давно было. И вспомнила, когда смотрела, читала расследование. Ну, она публично сказала про то, что она хочет защитить диссертацию. Но вот, кстати, уже после выхода расследования нам прислали ссылку на якобы какие-то публикации человека, который якобы за нее написал эту диссертацию. На самом деле, я думаю, что... Ну, она даже признавала, что это там по большей части произошло из-за Бармалея. Какие именно были причины, я не знаю. Может быть, он там увидел это скандальное интервью и решил, что ей не нужно в Америке таким заниматься. Может быть, он не ожидал, что ей потом год придется где-то путешествовать, она не вернется. Какие отношения ее связывали, связывают с Путиным? Хороший вопрос. Ну, нам два человека рассказывали про то, что у них, возможно, был роман. И мы очень долго проверяли какие-то вот эти истории, но в итоге не нашли им каких-то весомых и однозначных подтверждений. Там есть прекрасная история про то, что она в начале нулевых годов, когда стала уже вести «Спокойной ночи малыши» и получала еще параллельно зарплату во Внешторгбанке, причем огромную зарплату, больше, чем у главы банка, в несколько раз. И это могло бы быть каким-то проявлением связи с Путиным, но нам источники из ВТП, источники, которые в то время точно работали и должны хорошо это представлять, рассказывали, что у нее был роман с первым замом Костина, с Владимиром Дмитриевым, таким бывшим чекистом, который там недолго проработал. Действительно, после того, как он ушел из ВТП, ей больше денег там не платили, так что выглядит, как будто это скорее все-таки настоящая причина. И у нее есть шикарная недвижимость, которую вы описываете. О, да. Ну, там вся эта недвижимость появлялась в несколько этапов. Вот первую, самую шикарную, она купила как раз на деньги от ВТП в 2003 году, пятиэтажный таунхаус на Стоженке, там с видом на храм Спасителя и на Кремль. Соседний такой же таунхаус скупил Мордашов, такой тоже олигарх из путинского круга. Вот. И у нее этот таунхаус довольно долго был. Она под залог его получала кредиты в таком банке, который был связан с коррумпированными подмосковными прокурорами банки Хованский. Вот. И непонятно, до конца вернула ли она эти кредиты, потому что там через какое-то время после того, как она их получила, банк неожиданно оказал, что там куда-то пропали 70% активов, и он как-то вскоре схлопнулся. Ну, да. Потом она этот таунхаус продала, покупала и продавала много разных квартир. Но вот сейчас она владеет таким коттеджем в Сочи, в Арфа-парк-отеле. ПБК делала расследование про этот поселок. Там живут всякие важные силовики. Типа сына Патрушева и вот Оксаны Федоровой со своим нынешним супругом. Ну и помимо этого там дом в Подмосковье большой и квартира на Цветном бульваре. Но при этом сама она долгое время утверждала, что у нее никакой недвижимости нет, правильно? Да, да, да. Это прямо классно. В том смысле, что она точно владела уже этим таунхаусом. Это даже там очень вряд ли может быть так, что она им владела для кого-то другого, потому что мы нашли там буквально документы с собраний ТСЖ этого дома, с ее подписью. Но при этом она раздавала интервью журналистам, рассказывала, что да, я вот живу на съемной квартире и вообще не очень-то прибыльная у меня профессия. У меня скорее такой философский вопрос в заключении. Почему, как ты считаешь сейчас, зрителю, читателю важно знать об Оксане Федоровой, вот всю ее историю, эти все детали? Ведь сейчас столько всего происходит. Значит, война до сих пор идет, в Курске операция, политзаключенные, ну и так далее. В общем, это долго можно перечислять. Почему сейчас важно почитать в том числе об Оксане Федоровой? Мне кажется, в первую очередь, потому что на самом деле это не об Оксане Федоровой. Это про Россию, про какую-то вот такую настоящую историю России, в которую ты можешь взять любой какой-то символ, не знаю, предмет, персону из путинской эпохи, которая была какой-то общественно значимой. Если там покопать, ты выяснишь, что там ровно то же самое, что и везде. И мне кажется, что просто Федоровой супер кинематографичная такая судьба, поэтому вот в ее каком-то обрамлении это читается легко и очень наглядно. Но, конечно, много других событий действительно тоже происходит, и мы их тоже стараемся освещать. То есть это такой маленький пазл общей картины? Да, 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 конечно. Это была журналистка проекта Екатерина Аренина. Она рассказала о расследовании серии «Быт и нравы эпохи П», которое посвящено Оксане Федоровой. Обязательно посмотрите это расследование или прочитайте, потому что мы коснулись только немногих его аспектов. А там еще много интересного. Часть про Николая Баскова, например, я об этом уже совсем забыла, но с удовольствием и с некоторым удивлением вспомнила. Все ссылки на упомянутые нами расследования вы найдете, как всегда, в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция». Не забывайте, что мы выходим каждую среду. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!